Ураган управления у нас облбосадминистрация. В связи с тем, что очередной директор сбежал, на тот момент губернатор Николаевской области создал комиссию, попросил, чтобы облрада в это предприятие включилась в качестве головы комиссии Виктория Викторовна. Иня Виктория Викторовна попросила быть там заступником. И мы выработали целый ряд. А? Да, да, я все. Федор Петрович присутствовал, кстати, и спасибо в коллектив, кто же выезжал и так далее. Смотрите, мы в результате приняли такую выработать предложение на сессию. И сначала мы должны будем на Погоджеволе ради его рассмотреть. На сегодняшний день на сайте облрады вывешена информация на английском языке, на державной мове о том, что мы ищем стратегического инвестора. И к нам обратился, во-первых, инвестор, с которым подписан меморандум, который предоставил банковские гарантии. Тут со стороны некоторых депутатов возникли сомнения, откуда там акционеры взялись. Мы запросили официально состав бенефициаров акционеров, они нам предоставили его в постелированном виде. Это граждане нерезидентные, зарубежные и так далее. И к нам обратился еще один зарубежный инвестор из Арабских Эмиратов, SkyOne. Сегодня, с юридической точки зрения, мы с вами, как облсовет, находимся в стадии, когда можно и закон даже требует объявить международный открытый конкурс по приглашению инвестора на данные... А, извините, гарантии банковские инвестора отрывом предоставили? Не нам предоставили, а облраде предоставили. Я вам хочу сказать, что это не банковская гарантия, а опирать, которые имеют юридические силы. Их денег у них нет. Петрович, тем не менее, советник, которого вы привлекали, дал этому документу оценку высокую. Я так думаю, что фирменами с правоохранительными органами могут даны быть оценки. Также мы рассматриваем второй вариант развития данного коммунального предприятия. Это самим его сертифицировать, если инвесторы вдруг, как говорится, не захотят, откажутся и так далее. Они выделили средства на сертификацию восстановления полетов, каким это было, до 2013 года, которые, к сожалению, по непонятным непричинам остановились в 2013 году. И при формировании немаленькой кредиторской заборованности. Облгосадминистрация пока не нашла возможность, учитывая все кричащие вопросы, выделить необходимую сумму, которая была подготовлена в виде проектно-кошторостной документации. Там порядка, если мне память не изменяет, 5 миллионов гривен. 7 или 5? 5 600. Пока не нашла такой возможности. В связи с этим, как говорится, мы стоим на делении. Или нам все-таки найти эти средства и самим пытаться развивать его. Есть такая, у нас и МАО хочет летать, и Туркиш Айлэн хотят летать, и хотят летать компании. Но этих средств, которые сейчас Виктория Викторовна уточнила, их достаточно на сертификацию, но не достаточно на современные технические все условия. Потому что будет старая диспетчеризация работать, а все аэропорты, например, Херсонский, Одесский, Борисполит и так далее, они уже обеспечены новой, более современной, которая в худших погодных условиях, в ночных погодных условиях позволяет приземляться и взлетать. Также мы обратились к первой пятерке мировых аудиторских компаний, которые готовят объекты на возможные конкурсы международной аукционы. Уже откликнулись Deloitte & Touche, откликнулись PricewaterhouseCoopers, с которыми завтра рабочая встреча будет. И откликнулись, они все конкурируют между собой. Кто лучше условия нам предложат, с тем мы сможем сотрудничать. И откликнулась из первой мировой пятерки аудиторская компания BDO, которая имеет все эти вышеперечисленные офисы ТИИ. Поэтому у нас с вами опыта передачи, например, в концессию нету таких объектов, а запустить его надо, рабочие места создать надо, рейсы запустить надо. И всем потенциальным инвесторам-консессионерам мы открыто говорим о том, что значительная дебюторская заборованность, там больше 35 миллионов, о том, что ее в первую очередь надо погасить. Мы не в состоянии оплатить услуги аудиторских компаний международных по международному конкурсу. Это будет входить им оплата в стоимость, как говорится, проведения конкурса в инвестиционный пакет. Но это там какие-то относительные инвестиции, небольшие деньги. И одна из компаний уже говорит о том, что они планировали бы, восстановив рейсы, значит, сделав современный пассажирский терминал, значительный удаст сделать на экспорт-импорт фруктовой продукции, ореховой продукции, сельхозпродукции авиатранспортом, и хотят суммарно проинвестировать 135 миллионов долларов США в международный аэропорт Николаев. Также хочу доложить, я советую с коллегами, мы же все вместе в голову фракции не каждый день собираемся. По секции, смотрите, я иду строго по порядку ДНО-сессии в соответствии с первым письмом, которое обратилось 26 депутатов. С уважением к ним, я докладываю, тут написано, подготовить, международный аэропорт. Про фактаж. Это документооборот. Фактаж. Какой фактаж по предприятию? Фактаж. Я как родитель торговый, это не торговый, это не торговый. Какие морги по зарплате, стихи людей працю, я кто-то... Безусловно. Коллеги, ну это же стратегия, понимаете? Мы фактажи пока... Смотрите, смотрите, давайте мы можем принять сейчас, кому сколько максимум времени предоставлять по регламенту, и я буду с удовольствием подчиняться общему мнению по минуте, по три, по пять, потому что до сегодняшнего момента, вот мы начали на полсот часа позже, потому что, к сожалению, бюджетная комиссия вовремя не смогла собраться. И некоторые, уважаемые депутаты, на этой комиссии не было же по регламенту голосования, и имели, как говорится, суммарное выступление более в там полу часа. И на сегодняшний день... Пожалуйста, давайте послушайте, а я вам отвечу про эрпорт, по сути, давайте. Вот, поэтому смотрите. Если послушайте, я отвечу про эрпорт РАП-3. Это полная, так сказать, пропанация, никаких денег у них нету, никакие... Компания филиппинская продоставила бумажку, папирель, с бразильского банка, заметьте, филиппинская компания, в деньгах, ever, Европейский Союз, заметьте. Позорище. Я сейчас закончу, подождите. Значит, что они готовы выпустить русско-банковскую гарантию, если нету, выпустить готовую банковскую гарантию, про условия, если они в течение трех дней, или пяти, не помню, оплатят один процент от суммы, то есть пять миллионов долларов. Это не было сделано, там документ 3 января, по-моему, вышел. Соответственно, тут подбирали сами документы, а вы сверху этой прокурориции накидали кучу документов, и инвестор. Нету инвестора, и никакой конкурса...